всем привет в прошлом видео надеюсь после прошлого видео вы все научились запускать сервер настраивать это все чтобы она запускалась вот и у вас уже есть запущенный сервер майнкрафт и непосредственно клиент вот ух ты убили ладно такое бывает в этом видео познакомимся с функциями что это такое с конструкцией и наверное и возможно еще с циклами то есть постараюсь видео делать короткими итак прошлое прошлом нашем видео в качестве теста чтобы проверить что все у нас работает вот использовался этот код то есть это некий python скрипт и его выполнение начинается построчно первыми строка мы импортируем модуль майнкрафт то есть все api делаем доступным дальше соединяемся с игрой и дальше непосредственно мы пол после этого получаем объект именованный он будет называться mc от сокращения майнкрафт дальше мы получаем текущую позицию игрока дальше получаем позиции уже но объект до объект этот я так понял это просто массив ну или вектор вот и дальше я из этого извлека x и и z и непосредственно отправляя это все в чат и печатаю в терминале вот здесь дублиру вот сегодня переделаем это на функции и потому что желательно использовать функции и но функции вы здесь уже видите вот мы используем функцию print но реализация функции print не однострочная конечно же в этой функции много строк внутри но они все от нас скрыты эта функция выполняет то что выполняет то что написано print что-то печатает соответственно напечатает какую-то информацию информацию мы формируем сами передавая туда аргументы мы передаем строку и через запятую передаем значение координат точно также можно создавать самому функции и называть их как-то по-человеческим а ведь язык программирования это в первую очередь язык для программистов для людей то есть мы должны по-человечески назвать функции и т.д. и т.п. а интерпретаторы либо компиляторы переводят с этого человеческого языка в язык машины машинный коды вот так вот что нам надо сделать но смотрите в классических языках программирования таких как си си плюс плюс шарп ну может быть есть еще другие языки программирования не знаю но ну типа шутка шутка юмора так вот классических языках программирования точь есть понятие точка входа точка входа это та точка с которой начинается выполнение программ в данном случае выполнение начинается с первой строчки это и понеслась но так как лучше всего создавать свою программу но какое-то приложение да и используя функции модули классы и т.д. и т.п. то сейчас переделаем это все на 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 классический вид то есть будет функция main из этой функции main будет все начинаться и так приступим смотрите чтобы закомментировать строчку надо написать решетку решетку перед всем что вы хотите закомментировать порой это не очень удобно и хотелось бы иногда закомментировать сразу много линий делается это так 3 одинарных кавычки 1 и все что между одинарными тройными одинарными кавычками все закомментировано соответственно выполняться не будет итак приступим к объявлению функции main объявляется функция в пайтоне следующим образом def но это define или definition вот имя функции круглые скобочки в этих скобочках у нас параметры но параметра в данном случае не будет объявление заканчивается двоеточие дальше дальше непосредственно начинается тело функции смотрите ну мы чего мы приступим вот с этого мы подключимся к миру майнкрафт к нашему клиенту и теперь смотрите на языках таких языках программирования как си плюс плюс си си шарп есть вот такие фигурные скобки фигурные скобки означают что говорят что есть некий блок и внутри этого блока что-то может выполняться и обычно к этим блоком то есть эти брок блоки обрамляют либо тела функции либо тела таких операторов как и в какой-то например там один равно 1 если что но там что-то равно чему-то то надо чтобы что-то выполнялось и что-то выполнялось вот как раз заключено в эти фигурные скобки либо же это могут быть циклы например вот 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 что то такое опять таки например это бесконечный цикл пока правда будет выполняться то что внутри фигурных скобок так вот в языке python никаких фигурных скобок нету есть понятие отступы так вот в данном случае если бы это был какой-нибудь цикл то было бы вот вот так вот к циклу что-то бы ну какая вот какая-то инструкция принадлежность какой-то инструкции к циклу считается по отступам к примеру давайте сделаем вот вот так вот а равно 90 некой переменной а присваиваем значение 90 так вот к циклу к телу циклу принадлежит только вот эта инструкция потому что здесь есть отступ если мы сделаем отступ здесь соответственно две эти цены дв Makac Bravo те линии будут принадлежать в телу цикла то есть на каждой итерации будут выполняться 1 2 действия если же вот так вот то на каждой итерации будут выполняться вот это одно действие то есть языке python все для всего есть свои отступы вот так вот Функция main. Функции main, что мы сделали? Мы сделали подключение к нашему клиенту. И непосредственно этот объект, который вернула вот эта функция, вот это все, мы назвали как mc. Дальше. Но если мы, конечно же, вот это запустим, то ничего не произойдет. Эта функция не будет вызвана. Чтобы она вызывалась, нужно сделать вот такое. Написать в технической детали вдаваться не будем, но надо написать вот это. Если main, мы проверяем, есть функция main. Так, по-моему, три подчеркивания, да? По-моему, вот так вот. Сейчас проверим. То, то, то вызываем нашу функцию main. Ну-ка, давайте в нашей функции main напечатаем, напечатаем mc, постучат, hello from hell. Ну, не hell, а from main напишем. Да елки-палки, hello from main. Итак, у нее не то, что-то, shift f10, запускаем. Ах ты, ничего не получилось. Значит, у нас тут два подчеркивания. Так-так-так-так-так-так-так, shift f10. О, есть. Как вы видите, в левом нижнем углу, углу написано hello from main. Есть. Есть у нас функции. Желательно, функция это, как бы это по-другому сказать, это некая последовательность инструкции, именованная. В данном случае вот есть последовательность инструкции. То есть, что она делает? Подключаемся к Майнкрафту и печатаем что-то. Эту именованную последовательность мы назвали main. In. Вот. Теперь мы можем везде вызывать эту именованную последовательность инструкции. И, как вы видите, здесь всего лишь одна строчка, но внутри функции может быть много строк. Никогда не пишите универсальных функций. Ваши функции должны быть максимально краткими, простыми и понятными. Из этих кратких, простых и понятных функций всегда можно сформировать нечто более сложное. А из этого более сложного еще более сложное. И если у вас где-то какие-то ошибки, то вам гораздо легче исправить в небольших изолированных друг от друга функциях, чем в большом непрерывном куске кода. Есть. Смотрите. Что еще, какую еще здесь можно написать функцию? Ну, можно банально написать функцию, которая будет выводить текущие координаты в чат. Вот и все. Чтобы каждый раз, к примеру, не копировать эту последовательность инструкции, мы можем создать функцию и назвать ее, давайте, например, назовем ее PrintPosition. Вот так вот. И скопируем вот это все добро. Вот сюда. Смотрите. Какая здесь проблема? Здесь проблема, что вот этот объекта MC, именованного, ну, его здесь нет. Функция не понимает. Потому что вот есть отступы, вот в этом всем внутри нету объявления или присваивания вот этой, ну, нету объявления этого объекта. Что делать? Делать, сделать можно следующее. Е, описать его вот здесь, как аргумент, как параметр функции. А, 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 там, где нужно нам печатать позиции наши текущие координаты, то будем передавать, передавать. Вот, смотрите. Что я сделал? Объявил функцию так, что он хочет, реформат файл. Ага, он делает по три отступа между функциями. Разумно. Ну, я еще, а, не, по два отступа. Я обычно, знаете, как делаю? Я обычно делаю вот так вот. Делаю такие комменты. Ну, вот, соответственно, 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 чтобы визуально четко было еще разделение. Так вот, смотрите, что я сделал? Я создал функцию print position с одним параметром, mc, minecraft, в которую я передаю непосредственно объект, объект. Вот. Ну, конечно же, по-хорошему, по-хорошему, сюда нужно передавать непосредственно, непосредственно игрока, игрока. Давайте, наверное, переделаем. Назовем player. Вот. Вот, вот так вот я сделаю. Ну, потому что позицию майнкрафта как-то нелогично передавать. А вот, ну, печатать позиции, потому что это что-то непонятно. А вот позиция непосредственно. Ага, нам же еще надо напечатать. Ладно, 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 ладно. Тут должна быть везде логика. Давайте print player position. Вот. Теперь более-менее понятно. И мы туда передаем непосредственно наш объект, minecraft. И из него извлекается player. Из player извлекаются текущие координаты. И непосредственно печатаем в чат. Можно даже, можно даже вот так вот. Ну, не, пусть будет print. Теперь давайте попробуем, попробуем выполнить. Так, переключимся сюда. Ничего нету. Запускаем. И что мы видим? В левом нижнем углу, углу, видим текущие координаты. Как можно еще, что можно еще сделать? Можно еще сделать, смотрите, дублирование этой информации в консоль. Вот, непосредственно сюда. Вот. Ну, давайте, 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 давайте попробуем это сделать. Что можно сделать? Можно добавить второй параметр. И параметр этот будет из duplicate to console. Вот. Я, возможно, неправильно буду писать. Вот. Но вы, если что, сильно не нервничайте. Вот. Так вот. Это будет у нас булевский параметр. Булевский параметр это, булевский тип, это тот тип, который имеет всего лишь два значения. Правда или неправда. В английском языке это, ну, в пайтоне это true и false. Вот и все. Так вот, если это правда, то, 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 давайте, if из, ой-ой-ой, из duplicate console равно true, то будем печатать, будем печатать, а вот я сейчас переделаю. Будем-будем печатать это все в терминал. Вот так вот. Принт. Смотрите, я здесь везде ставлю точки с запятой. Ну, по-хорошему, по-хорошему, ну, в пайтоне это делать не надо. Но в других языках надо. Поэтому, короче, лучше выработать одну привычку. Одну привычку. Потому что, когда перескакиваешь с языка на язык, то начинаются всякие проблемы. Забыл точку с запятой, забыл еще что-то, еще что-то, и в результате, в результате каша. Так, 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 так. Ну, смотрите. Давайте попробуем запустить и, скорее всего, получим ошибку. Почему ошибку? Потому что здесь пропущен аргумент. Ну, давайте передадим true. Чтобы была дубликация, дубляж. Это информация в консоль. Терминал. Как вы видите, в чате есть и в терминале есть. Теперь давайте false передадим и запустим еще раз. Здесь нет, здесь есть. Функция работает. Ну, смотрите. Всегда, 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 смотрите, было бы удобнее вызывать функцию с некими параметрами по умолчанию. Что такое параметр по умолчанию? Ну, давайте вот здесь равно false. И сделаем вот так. Как вы видите, в объявлении функции я второму параметру присвоил значение false. Уже присвоил. Это означает, что если я вызову эту функцию и передам туда только один первый параметр, а второй не передам, то он по умолчанию будет равен false. А это, в свою очередь, означает, что эту функцию я могу вызывать сколь угодно. Вот-вот так вот. И дублирования этой информации в терминал не будет. А в терминал, возможно, нам надо будет что-то дублировать при каких-то определенных обстоятельствах. То есть, не дублировать в терминал нам нужно будет гораздо чаще, чем дублировать. Соответственно, кусков кода, где будет, к примеру, вызываться эта функция, и по умолчанию параметр false нам подходит, будет гораздо чаще, чем где она будет вызываться, и параметр второй будет true. Так вот, чтобы каждый раз, к примеру, не писать, запятая false, запятая false, запятая false, можно сделать параметр по умолчанию. И мы его сделали. Теперь смотрите, конструкция if, то, о чем я говорил, да. Смотрите, после if тоже есть отступ. Что в if? В if мы что-то сравниваем, да. Мы спрашиваем, isDublicate равно true. То есть, нам действительно нужно дублировать. Если дублировать, то у нас здесь есть отступ, и, соответственно, вот эта инструкция принадлежит правильности, точнее, принадлежит чему? Ну, условию вот этому. Если duplicate равно true, значит, вот эта инструкция будет выполняться. Вот. Также, также, есть еще такая штука, else. Что такое else? Это если нам нужно что-то выполнять, если это условие там не выполнилось. То есть, если обязательно нужно что-то выполнять. Ну, давайте, давайте напишем. Или давайте вот, else. А это я удалю. То есть, в данном случае сейчас вызовется функция с одним параметром. Второй не указан. И он по умолчанию равен false. Значит, у нас, что у нас будет? У нас в чат уйдут текущие координаты, а в терминал уйдет вот эта вот надпись else. Все верно. Что еще здесь можно добавить? Ну, здесь еще можно добавить цикл. И на сегодня будет все. Потому что, как я говорил, затягивать не буду. Что такое цикл? Здесь сейчас добавим бесконечный цикл. Ну, в любой игре присутствует бесконечный цикл. То есть, что такое бесконечный цикл? Цикл, который никогда не завершится. То есть, обычно во всех играх, да и во всех приложениях, даже вот сейчас в этом редакторе, где-то работает бесконечный цикл, который принимает какие-то входные данные от меня. Вот я кликнул где-то мышкой, сюда кликнул, сюда кликнул. Соответственно, как видите, происходит какая-то реакция. Что-то нужно подсветить, где-то нужно какую-то лампочку нарисовать, где-то нужно еще что-то. Вот. Это как раз и есть бесконечный цикл. И он закончится только тогда, когда я закрою приложение. Соответственно, то же самое можем мы это сделать и здесь. То есть, мы после выполнения, то есть, после подключения к нашей игре, мы можем сделать вот так вот. While, while, true. While, true. И не забываем про отступы. И вот-вот-вот это делаем. Так, вот здесь я Else уже уберу, потому что он нам не нужен. Давайте попробуем запустить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что мы видим? Мы видим какой-то бардак. Чат забит. И в чат сейчас постоянно приходят какие-то сообщения. Но и у нас программа запущена, потому что мы можем увидеть, что есть здесь кнопочка Stop Main. Останавливаем. Остановили. Вот, смотрите. Программа была зациклена. То есть, каждый раз выполнялся цикл. И в теле цикла на каждой итерации вызывалась функция Print Player Position. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Это не очень хорошо. Ну, в данном случае. Можно сделать так, чтобы теле цикла что-то выполнялось, потом происходила задержка, скажем, на 2 секунды. Вот. Раз в 2 секунды или раз в секунду, например, можно было бы что-то печатать. Что для этого нужно? Ну, для этого нужно, например, ну, как минимум, импортировать стандартный модуль Time. Вот, делаем вот так вот. Import Time. Дальше. Ну, сейчас сереньким пишем, потому что этот, ни один функционал из этого модуля не используется. Что нужно сделать дальше? А дальше воспользоваться вот этим. Time. Sleep. 1. По-моему, так. По-моему, так. Сейчас еще раз. Давайте. Там подсказочка была. Sleep. Да. Как вы видите, вот в скобочках пишется Sec. В секундах. То есть, я если поставлю 2, значит, на каждой итерации этого цикла, что будет выполняться? Будет выполняться вызов функции. Напечатать позицию текущую. И будет задержка в 2 секунды. И так дальше, и тому подобное. Ну, давайте я запущу. Запущу и пойдем. И пойдем помчимся. Как вы видите, я иду. И каждый раз координаты меняются. Потому что я перемещаю. Сейчас я остановился. Сейчас координаты. Вот. 20, 20, 20. Вот. То есть, как вы видите, можно запустить бесконечный цикл. И в этом бесконечном цикле обрабатывать, например, даже какие-то текущие координаты игрока. Вот. Возможно, других игроков. Не суть важна. Обрабатывая эту всю информацию, можно, например, уже написать какую-то мини-игру. То есть, найди какое-то... То есть, к примеру, смотрите. Если бы это был плоский мир или не плоский, ой-ой-ой, меня кто-то бьет. То что можно было бы сделать? А можно было бы сделать при старте игры и инициализировать случайным образом некий, ну, возможно, не клад, а некое какое-то место вот, по каким-то координатам. И когда мы куда-то идем, оно нам раз, например, в 2 секунды или в 3 секунды печатало бы. Знаете, как раньше мы играли в такую игру холодно или жарко. То есть, прятали предметы и ходили, искали. И когда мы куда-то приближались, то мы могли слышать от того, кто запрятал, холодно, жарко, очень жарко, горячо, очень холодно и т.д. Это означало, мы далеко к предмету, который мы ищем, или недалеко. То же самое здесь можно было бы сделать, кто первый добежит вот к предмету, используя подсказки. Ну, к примеру, а чтобы найти предмет, то нужно, чтобы, например, игрок встал на том месте и постоял там 5 секунд. Ну, короче, я думаю, вы идею поняли. А как это реализовать, насколько это было бы интересно играть другим, это уже второй вопрос. Но, как вы видите, все у нас работает. Работает бесконечный цикл, и у нас выводятся координаты. Координаты. Вот. И с чем вы сегодня познакомились? Вы познакомились с тем, как написать функцию, как написать, как использовать оператор. Сравнение, то есть, if, да, ключевое слово, if, и сравнение. То есть, не путать, не путать. Как вы видите, здесь два знака равно. Один знак равно означает, что? Что-то уходит куда-то. В данном случае, правое какое-то значение присваивается левой переменной, или левому объекту. Вот. Поэтому познакомились с циклами, с if, и с функциями. Ну, и также с параметрами функций. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.